Доброго времени суток! С вами по-прежнему Арталаски. Сегодняшнее видео хоть и небольшое, но достаточно полезное, так как проблема, описанная в этом видео, встречается достаточно часто у многих пользователей Adobe Photoshop. И связано это с тем, что настройки цвета бывает сбиваются, и все цвета конкретно в Photoshop выглядят слишком уж насыщенно, слишком вот так ярко, контрастно. А на самом деле, как бы картинка остается, ну, сама по себе, какой-то бледноватой. И, например, при загрузке уже куда-нибудь на веб-сайт, например, на тот же ArtStation, как бы эта картинка уже заметно бледнее. Особенно это видно в области руки с тыквой, то есть видно, как здесь цвета намного бледнее. Хотя картинка как бы скопирована именно вот отсюда и вставлена в Photoshop. А, собственно, как это исправить, как вообще решить эту проблему, здесь, к счастью, решается все очень и очень просто. Значит, нам нужно зайти в настройки цвета. Для этого нажимаем Ctrl-Shift-K. У нас открывается настройка цветов. И зачастую проблема случается из-за того, что в настройках у нас здесь стоит Japan Color для газет. А здесь нам нужно выбрать параметр цвет для монитора. Но на этом как бы все не кончается. Проверьте, чтобы в пункте RGB у вас было RGB монитора, CRGB и так далее. А можно, конечно, чтобы здесь просто стоял вот этот параметр, то есть без RGB монитора, а у меня, в принципе, в прошлой версии на... И как бы, по сути, это одно и то же. Поэтому оставляем здесь этот параметр, проверяем, как бы, что бы он здесь был включен и нажимаем ОК. Теперь, как бы, картинка стала с такой же цветопередачей, как и при загрузке, например, на веб-сайты. А просто для наглядности я сейчас верну обратно, а как бы другую цветопередачу настройки и видим, как здесь все сразу стало такое яркое, контрастное. Ну что ж, вот, в принципе, и все. Если это видео оказалось вам полезным, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А также заходите сюда почаще, ведь видео выходит абсолютно каждый день. Ну а с вами был Арталаски. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok